Мальчик Коли раньше жил со своей семьёй в однокомнатной квартире. Хотя квартира и была однокомнатная, но она была большая, да ещё находилась в самом центре города. Коля и его родителей всё устраивало. У мальчика даже был свой уголок за ширмой. Но в семье Коли произошло пополнение и его мама родила сразу двойню. Теперь у Коли стало две сестры. Жить в однокомнатной квартире сразу стало тяжело. Теперь Коли делал уроки на кухне, но и там ему постоянно мешали. Он скатился до троек. Тогда родители наконец решили эту квартиру продавать. А в ипотеку купить новую. Где-нибудь на окраине, чтобы вышло дешевле. Так и сделали. Теперь у них была трёхкомнатная квартира, хотя тоже в старом доме. У Коли наконец появилась своя комната. В первый же день раздался звонок в дверь. Странно. Сказал папа. Я же ещё не приделал звонок. Вошёл очень необычный мужчина. Он был очень высокий и худой. Лет ему было где-то пятьдесят. На нём был надет чёрный костюм, как у артистов. Мужчина объяснил своё появление. Он их сосед, живёт этажом выше. Работает фокусником в цирке. А ещё у него болезнь такая — лаунатизм. По ночам он встаёт с кровати, сам того не замечая, и делает разные странные вещи, о которых потом ничего не помнит. Например, он как-то залез ночью в квартиру к одной девушке и поставил ей в вазу букет белых роз. Утром она ужасно обрадовалась, потому что подумала, что это жених её сделал, с которым она поссорилась накануне. В общем, чтобы странного не произошло, на это не надо обращать внимание. Просто значит, фокусник опять стал лунатить. Когда он ушёл, то семья осталась озадаченной. Как-то не очень маме с папой нравилось, что вот так без спроса в любой момент к ним может пожаловать сосед, да ещё иллюзионист лунатик. А Коля был просто в восторге, он ожидал всяких чудес и интересных событий. Папа в тот же день пошёл в магазин и заказал там самую прочную дверь с четырьмя замками. Окна в этой квартире были старые деревянные, папа заказал новые пластиковые, самые дорогие, чтобы их снаружи нельзя было открыть. А пока всё это не поставили, решили просто спать бдительно. А у входной двери Коля натянул нитку с консервной банкой. Чтобы было слышно, когда фокусник к ним пожалует ночью. На следующее утро на кухне в вазочке стоял букет красных гвоздик. Родители решили не обращать на это внимание. Они подумали, что фокусник лунатик безобидный. Потом, каждое утро они находили в своей квартире что-нибудь необычное. То в ванне окажется налитой вода, а в ней плавает рыбка. То кто-то решит за Колю задачки по математике. То открывают холодильник, а в нём большой вкусный торт. А как-то раз вообще на столе оказались билеты на футбол. Они втроём сели в автомобиль и за 6 часов добрались до столицы, где очень здорово провели время. Теперь каждое утро было для Коли и его родителей как праздник. Они ждали, когда же случится новое чудо. Но вот к ним приехала бабушка. Она обошла их новую квартиру и задала простой вопрос. А где Маша и Даша? Кто? Хором спросили мама и папа. Маша и Даша, ваши дети. Тут родители переглянулись и пришли в неописуемый ужас. Они совсем забыли про своих девочек, а их и не было нигде. Когда они пропали, никто не помнил, и Коля тоже. Родители и бабушка стали расспрашивать соседей на улице, но никто ничего не видел и не слышал о девочках. Бабушка уже собиралась вызвать милицию, как в квартиру зашёл управляющий домом Марк Захарович. Отец Коли подробно рассказал о происшествии гостю. Марк Захарович выслушал Колиного отца и, покачивая головой, сказал. Ребята, этого не может быть. Да, жил над вами бывший иллюзионист, но его год назад как схоронили, и квартира пустует. Тут в разговор вмешались мама и бабушка. Марк Захарович, миленький, откройте квартиру соседа, пожалуйста, мы только посмотрим. Марк Захарович долго отпирался. Да вы что, женщины? Это чужая квартира, это можно сделать только с участковым. Но женщины продолжали умолять его, и он подался их слёзным мольбам. Ну хорошо, раз такое дело, то посмотрим, но только одним глазком. Они поднялись к злополучной квартире. Марк Захарович, гремя ключами, открыл дверь. В нос ударил сильный запах нафталина и пыли. Ну что я говорил? Здесь никого нет, сказал Марк Захарович. Они стали осматривать комнаты. На старой мебели лежал толстый слой пыли. Нужно звонить в милицию, сказала бабушка. Они прошли в другую комнату, в ней был полный беспорядок. Сценические костюмы лежали где попало, в перемешку с реквизитами. Они осмотрели шкафы, заглянули под кровать, но девочек не нашли, Колина мама обратила внимание на чёрный ящик. А это что? Спросила она у Марка Захаровича. Ну какой-нибудь его реквизит. Она не спрашивая у него разрешения, стала отпирать ящик, но крышка не подавалась. Марк Захарович попытался остановить её. Да вы что тут погром устраиваете? Вы же видите, нет здесь никого и не может быть. И наверняка там куча старых пыльных тряпок. Я чувствую они там, пожалуйста, откройте. Умоляла мать Коли. Марк Захарович вышел в коридор, достал телефон и набрал номер. Разговор длился недолго. Скоро придёт слесарь. Сказал он. Мама Коли, прильнув ухом к крышке ящика, жадно прислушивалась к звукам. Я что-то слышу, это шорохи. Сказала она. Слесарь пришёл с инструментами через пятнадцать минут. И ещё полчаса он возился с замками, приговаривая. Хитроумная машина. Все стояли и ждали с нетерпением, то и дело подгоняли мужчину. Сейчас. Погодите. Не такие открывали. Бубнил себе под нос он. Наконец послышался щелчок. Слесарь встал и, довольный своей работой, сказал. Ну всё, Захарыч, принимай работу, с тебя Могорыч. Конечно, Володь. Спасибо. Ответил Марк Захарович. Мать Коли открыла крышку с цинического ящика, и их радости не было предела, в нём мирно спали две девочки. Мама Коли и бабушка взяли на руки близняшек, и те недовольные, что их сон так вереломно прервали, расплакались. Коля тихо стоял всё это время на лестничной площадке и смотрел через открытую дверь, как бабушка целовала и успокаивала его сестрёнок, а его отец сильно жал руку слесарю и Марк Захаровичу. Папа Коли не переставая говорил и что-то рассказывал Марку Захаровичу, тот почесал затылок и ответил. Странная история, странная, как же они там оказались. Когда все вышли, Марк Захарович ещё раз осмотрел квартиру и кое-что поправил, и уже собирался закрывать дверь, как в краем глаза заметил какое-то движение в темноте комнаты. Коля ещё не спустился в свою квартиру, а продолжал наблюдать за Марк Захаровичем. Коля никогда не видел, как может испытывать страх взрослый мужчина, такой взгляд он видел только у папы, когда однажды они чуть не попали в аварию. У Марка Захаровича затряслись руки, и он выронил ключи. Его глаза расширились, и он, увидев, что за ним наблюдает мальчик, сказал Коле, беги, сынок, и не оборачивайся.